Музыка Прозвучали позывные программы «Однажды в Караганде». Мы вспоминаем прошлое, чтобы представить себе будущее. Я Рушан Бараев. Каждый карагандинец – это носитель истории своего города в большей или меньшей степени. От каждого из гостей нашей программы мы узнаем те подробности, которые, возможно, известны только ему одному. Сегодня мы поговорим об истории православия в Караганде. И у нас в гостях благочинный карагандинского церковного округа протоэрей Михаил Патрикеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Михаил, кто были ваши родители и какими судьбами они оказались в Караганде? В Караганде, как человек церковный, я скажу, по воле Божией оказался я. Родители мои. Я родился в России, на Урале. Закончил горный техникум и по направлению в 1968 году был направлен на шахты карагандинского бассейна. Здесь закончил я политехнический институт и 20 лет отдал родине, работая в объединении Караганда-Уголь. На заводе РГШО работал я, работал на шахте Костенко. Здесь я пришел к Богу, потому что семья моя не церковная. Мама и папа мои. Папа инженер, мама лаборантом работала в химлаборатории. У нас, где мы жили, церкви не было. К Богу я уже пришел, когда учился в институте. Тот период был такой, можно сказать, диссидентский немножко. В 1971 по 1976 год. Читали мы в самой издате книги Солженицына, Архипелаг, ГУЛАГ и прочее. Ну и какое-то отторжение было от господствующей идеологии. Отец Михайлович, караганда 68 года. Какое на вас первое впечатление произвел город? На меня первое впечатление город пришел прекрасный. Понимаете, мы приехали с Урала, где много дыма и металла. Знаете, тоже такой город. Ну, городок у нас такой промышленный был. Тоже добывали руду, тоже был и уголь добывали. Тоже такой промышленный городок. Но караганда чем меня поразило? То, что здесь такой народ особенный был. Не такой, как у нас на Урале. У нас такой дух киржаческий. Знаете, такой вот старобряч, каждый за себя дом, своя крепость. Тесовые ворота, псы такие, понимаете, все. Караганда совершенно другие люди. Открытые, любящие. И это, конечно, нас, мы приехали, 4 человека после нашего техникума. Нас, конечно, это поразило. Потом уже в будущем я думал над этим. Думаю, почему же так вот все-таки в Караганде? А потому что здесь действительно был самый такой цвет. И интеллигенции, и крестьянства, и рабочих и так далее. Ведь ссылали-то сюда хороших людей. Вот эти хорошие люди рождали хороших детей. Вот как Библия нам говорит. Я бог ревнитель, наказывающий детей до четвертого рода и милующий до тысячи родов. Вот поэтому здесь люди, ну, по своему так же, так сказать, генному составу, да, они были люди, у которых родители были очень верующие люди, порядочные и так далее. Но это, конечно, передалось детям. На месте современной Караганды до 30-х годов существовали села Михайловка и Тихоновка. Их населяли люди, приехавшие сюда в начале 20-го века. По известным мне источникам, это были люди из украинской губернии, уроженцы Киевщины и Екатерина Слава. В наши края людей гнала нужда. Царская Россия выдавала здешние земли под угодья. Народ пахал нетронутую цулину, сел, собирал урожай. В 30-е годы в Михайловке было три улицы. Верхняя, Средняя и Нижняя. Нижняя проходила вдоль реки Букпа, которая была в те времена полноводной. Отец Михайлович, что вам известно о первой церкви в Караганде? Она наверняка должна была быть в Михайловке до революционного времени. Да, первая. Вообще история православия в центральном Казахстане, на нашей родной Сарой Арке, она уходит корням где-то в 19-й век. По архивным источникам Омской епархии мы знаем храмы, которые были построены в 1854 году в Каркаролинске. Был храм стараниями купца первой гильдии Кузнецова. Это сибирское казачество. И тут такой целенаправленной миссии здесь не было. Здесь просто приезжали люди и обращались к церковным властям с просьбой, чтобы им дали священника, образовывали общины, строили храмы. Ну и вторая волна это Столыпинские реформы. Столыпинские реформы тоже. Сюда приехало очень много людей. В основном это крестьяне на свободные земли. И тоже они верующие люди, конечно, глубоко верующие. Первым, что они делают, это строили храм. Вот таким образом образовывались православные общины. Также и здесь в Караганде, в Михайловке. Таким же образом. То есть это характерно для всех. Для нашего места это характерно. Ну а уже когда времена советской власти. Советская власть здесь утвердилась уже так прочно где-то к 1922 году. Потому что народ, который сюда приезжал на свободные земли, он встретил советскую власть в штыки. Ну и казачество это понятно. Но это было всегда оплот самодержавия. Ну и средний класс. Люди, они не хотели вступать в колхозы. Они хотели вести свое хозяйство. Это было среднее крестьянство. Ну и кулачество как. Ну и естественно к 30-м годам, поскольку церковь была таким оплотом казачества, кулачества и так далее. Ну вольно-невольно связано с этим было. Поэтому практически все храмы были уничтожены. Вот. То есть здесь храмов не было. И когда сюда в 30-е годы, значит, были выселены спецпереселенцы, так называемые кулаки. Вот. Это 31-й год. Вот мы совершаем память 10 июля 1931 года. Это вот первые спецпереселенцы. Вот. Кулаки были высланы сюда вот в эти необжитые места. Но, естественно, никаких храмов здесь не было. И только разрешили построить храм в 1946 году. Он уже был, значит, освящен. Ну а просили немножко раньше. Это как раз период в истории церкви. Называется период сталинской оттепели. Вот. Когда Сталин, значит, ну, вызвал трех митрополитов наших и спросил им, что им нужно. И вот они попросили его, чтобы он дал все-таки возможность строить храмы, там, значит, совершать службы и так далее. И вот в этот период как раз и здесь, в Караганде, была вот эта, на втором руднике была построена вот эта церковь, которая до сих пор есть. Такое приспособленное помещение. Но все-таки оно, конечно, напоминает храм такой. Оно в виде базилики, все. Ну, своими силами люди строили. Ну, деревянная такая церковь. Ну, а потом уже в 1954 году в Михайловке. Вот с ранними, конечно, батюшки Севастьяна Карагандинского исповедника. Который сидел в Карлаге, потом, когда он вышел, он вот эту общину, ну, образовывал. Они служили по домам, по землянкам и так далее. То есть почти нелегально. В Советском Союзе карагандинская пресса, если и уделяла внимание жизневерующих, то только в плане антирелигиозной пропаганды. Вот один из примеров. 1973 год. Начались летние каникулы, но есть детвора, которая не уехала в пионерский лагерь, а осталась на попечении своих бабушек, нередко верующих. К вербному воскресенью эти мальчики и девочки орвали для своих воспитательниц ветки деревьев, а потом по требованию бабушек шли с ними в храм. Действие ребенка происходит еще неосознанно, но может стать привычкой. Ребенок запоминает религиозные праздники и порой уже сам бежит в церковь. Анализ причин неуспеваемости в школах караганды показал, что там, где дети переданы на воспитание приверженным церкви бабушкам, у них становится противоречивый характер. Какой может быть тут комментарий? Каким образом церковь может привить ребенку противоречивый характер? Ну, наверное, может быть какая-то толика истины все-таки присутствует, потому что в школе говорят одно, и дети внушают и внушали, что Бога нет, что церковь это оплот невежества и мракобесия. А дома они сталкиваются с другой ситуацией. Вот характерна для нашей караганды очень семья Дмитриевых, у них 11 детей. 11 детей уже, к сожалению, глава семейства и его жена, они уже почили. И школа буквально терроризировала их, потому что Михаил Леонидович был и супругой, и очень верующими людьми, они все время посещали храм, а тут им просто покоя школа не давала. Даже одного ребенка хотели у них взять в детдом, отправить. А случилось то, что он там совершил проступок, то есть своровал какую-то вещь, а его дома наказали. И он в отместку того, чтобы сказать, что его это, он сказал, что его дома немножко заставляют верить в Бога и так далее. А потом, когда он пожил в детском доме, он понял, что такое семья. Семья и папа с мамой, они были людьми, конечно, глубоко верующими, тружениками были. Михаил Леонидович работал до 70 лет в шахте. В общем, на самых тяжелых работах работал. Понимаете, потому что семью такую содержать надо все-таки, достаток, чтобы был в семье. И его жена, труженица, великие труженицы. Вот такой пример, на такой пример, конечно, когда вот такой вот шел разрыв, когда в семье говорили и учили об одном, то есть прививали вот такие христианские ценности, а в школе, ну, естественно, вот делали совершенно наоборот. Ну, слава Богу, что все-таки вот эта семья и дети, у них 11 детей, из них 6 человек священники, один даже епископ в Барнауле сейчас, владыка Максим, он епископ, наш каригандинец. То есть у нас, конечно, людей здесь очень много верующих было. И обстановка, по сравнению, вот я просто сравниваю с Россией, гораздо более благоприятнее была. Я помню, наш настоятель Пришахтинского собора, вот Михаил Архангела, отец протерей Алексей Улович, уже покойный, Царствие Небесное, он рассказывал, говорит, какие уполномоченные в Караганде? Это же просто люди. Вот, и рассказывал там уполномоченным Сулейменове. Он говорит, придешь, говорит, человек, с которым можно поговорить, можно пообщаться, может он спросит какие-то... А уполномоченные кто такие? А уполномоченные по делам религии, это же были, собственно, гонители церкви, понимаете? Ну, говорит, даже гонители здесь были какие-то порядочные, говорит, понимаете? Он служил в городе Шахте, Шахте Ростовской области. Ну, там он так и рассказывал. Уполномоченный там был, зверь был просто. Это все проповеди правил, все там это. Но здесь, говорит, просто, ну, хорошее отношение было. Насколько это возможно, все-таки были хорошие уполномоченные, он все время хвалил. Ну и здесь, конечно, все равно же общественность, господствующая идеология, коммунистическая партия, конечно же, это же время было и хрущевских гонений, и время там уже Брежневского застоя, но все равно церковь, она постоянно находилась, это же такая оппозиционная идеология, поэтому, конечно, ее никак не приветствовали, но может быть терпели в лучшем случае. И здесь очень много венчалось, очень много, вот помню, в воскресные дни венчали до службы, то есть приезжали в 6 часов утра, ну пока в воскресенье все там люди спят, люди неверующие, то приезжали, венчали всех практически, понимаете, и это для меня было большое удивление. У нас на Урале, я спрашивал священника, я говорю, батюшка, вы хоть венчали когда-нибудь? Он говорит, в жизни не венчал, ну это я имею в виду в советское время, я даже не знаю, то есть теоретически знаю это таинство, а практически ни разу мне не приходилось венчать. То в Караганде венчалось там вообще десятками человек, понимаете, я даже уже будучи священником, я помню, повечал 25 пар одновременно, то есть вот крестили все, венчались, то есть все, то есть религиозная жизнь все-таки, ну если не кипела, то не тлела, понимаете, то есть люди все-таки здесь к церкви имели хорошее такое доброе отношение, ну и потому что и духовенство здесь было достойным, то есть старое духовенство было, конечно, на высоте. Это были священники глубоко верующие, священники были, которые прошли вот это огонь вот этих испытаний всевозможных, лагерей, вот тот же отец Алексей Улович 10 лет отсидел, батюшка Севастьян, другие священники, это были люди, ну труженики тоже, понимаете, которые много горя пережили все. И поэтому, естественно, пример их, он вдохновлял многих, люди шли в храмы, служили, молились, вот. Ну и надо сказать, власть относилась как-то, ну не сказать уж так сильно с таким нажимом, ну были, конечно, их многих же заставляли вести работу. Кстати, вот отец Михаил, взаимоотношение церкви и государства происходило только через этих уполномоченных? Да, через. Или же вас, допустим, вызывали в горком партии, к примеру, в КГБ? Ну, было и так, было и так, вызывали и в КГБ, ну в КГБ в основном вызывали священников, в основном, верующих редко вызывали, в основном священников. Вот, потому что там, ну, определенное, так сказать, надо как порази пастыря и разойдутся овцы стада. Поэтому в основном был упор, конечно, на священнослужителей, вызывали их там, предлагали им сотрудничать и так далее. То есть, такой фактор есть, был. Конечно, и горком партии тоже вел работу по своей линии, и профсоюзная организация вела, и все. Я помню, когда я уже работал на шахте Костенко, за мной был закреплен агитатор, который со мной должен был вести работу. Вот, то есть, смотрели, как дети мои, что вот дети мои, я их не притесняю, не заставляю их там поститься, молиться там и так далее. У всех же было связано с церковью что-то такое мрачное, темное такое, что-то, вот. Светлого ничего не было, у сознания многих людей, поэтому как-то их сказать, обвинять в этом и сказать, потому что так, понимаете, они были настроены вот той мощной вот этой течении стольких лет вот этой идеологическим прессам, что они просто думали, что церковь, вообще с церковью хорошего ничего нет. Вам не приходилось вступать в споры с агитатором? Ну, конечно, как же, мы постоянно, постоянно это было, постоянно, постоянно даже, вот, вспоминая там, меня вызывал там, главный инженер вызывал к себе, Петр Петрович Нефедов, главный инженер шахты Костенко, а я как раз в его работал, значит, в аппарате, ведущим специалистом, горным мастером по вентиляции работал. Ну, его тоже заставляли же, как, вести надо в твоей, значит, ведомстве в твоем, а вот есть верующий человек, вот, и вот он, ну, ему интересно было меня расспрашивать, как, что, то есть, вот такая была, ну, хорошо относились, хорошо, я ни на кого не обижаюсь, никого, потом мы вместе с Петром Петровичем Нефедовым, мы встречали патриарха Московской и всей Руси, Петр Петрович сказал, говорит, вот, я бы никогда не мог подумать, что мне когда-то придется встречать патриарха. Он же как раз встречал в 95-м году. Да, Дед Михаил, мне интересно удалось найти в интернете такую статью, там говорится о том, что православный интеллектуал того времени, либо стояли на том, что надо полностью демонтировать советскую власть, и церковь выйдет из темницы, либо, что этого ни в коем случае нельзя делать, ибо развалится страна, а нужно выцерквить коммунистов, сохранить Советский Союз, пусть будет Политбюро, но выцеркленное Политбюро, тем более, что половина секретаря обкомов партии тайны крестили своих детей, Тогда вы лично не задумывались о том, что будет дальше. Могли ли вы предположить, что Советский Союз в конце концов развалится? Вы знаете, не только, даже думали, потому что идеология, она уже не выдерживала никакой критики, понимаете? Ее нужно было что-то, как-то реформировать надо было. Помню, мне порторг на шахте говорил, ну вот тоже, значит, церковь, да вы вот это, вы не наш человек, товарищ Патрикеев, вы не наш человек. Я говорю, почему? Я наоборот, я не против советской власти, не против какой-то, я работаю, тружусь там и так далее. Я говорю, даже коммунисты, и то не все были, и принес ему журнал «Куба», у нас журнал «Куба», где Фидель Кастро абсолютно хорошо относился к церкви, католическая церковь хорошо относилась. Вот может поэтому он до сих пор, сколько он правил, сколько это, церковь он не гнал. И даже хорошо относился, там написано было, даже посещал, ну не молился, конечно, но посещал, смотрел там все. То есть вот нормально, я говорю, ну может быть такие нормальные отношения быть? Могут, конечно. То есть и допустим коммунистическая идеология, да, самое страшное в коммунистической идеологии, это то, что она такая люциферическая идея, что можно все, весь мир насилием и разрушим до основания, а потом мы наш, мы новый мир построим. Вот, это, конечно, ошибка тоже была. Что-то хорошее было, допустим, ну в каком смысле хорошее? Конечно, хвалить все, сказать, что при царе было очень все идеально, хорошо, что было справедливо, это тоже же неправда, правильно? И крепостное право, и там всякие издевательства были, и все, народ жил тоже бедно там и так далее. То есть не случайно же революция-то произошла, не случайно, не на пустом месте. Эту революцию подготовили, прежде всего, мы, духовенство, потому что не на уровне было, понимаете? Потому что рыба с головы же не ест, понимаете? Поэтому вот мы читаем нашу отечественную литературу, видим, сколько недостатков было, сколько всяких вот таких вот. Это все привело к революции, все привело к революции. Поэтому нельзя говорить, что вот кто-то там, вот коммунисты, вот они только все это своими руками сделали. Народ своими руками церкви разрушал. А почему? Потому что он внутри своем не был истинно верующим, понимаете? Не был. А почему он не был? Священники плохо поработали, понимаете, плохо. То есть своим примерами, своими какими-то там, допустим, грехами, они смущали народ, понимаете? И все, народ, вот, вера без дел мертва. Результаты там революция. Пытались хорошо же сделать, чтобы было все справедливо, все. Но без Бога нельзя хорошо все сделать, понимаете? Нельзя. То есть у человека должен быть внутренний стержень, чтобы человек действительно внутренне был убежден, что вот так делать нельзя. Вот сейчас у нас, например, борются с коррупцией, понимаете? Там законы, хорошие законы издают, все, идеально все. Но коррупция никак. Почему? Потому что у людей нет внутреннего стержня. Что нет, человек, что это вот будет лежать миллион, а я его не возьму, потому что это не мой. Потому что это должно быть внутреннее убеждение, либо тотальный страх. Что если возьму, меня повесят. Вот. Вот два фактора, которые могут остановить, понимаете? Вот этот результат. То есть внутренняя убежденность должна быть. И вот без Бога это невозможно. Понимаете? Как Достоевский говорил, если Бога нет, все можно. Можно любой проступок делать это все. И поэтому важно, чтобы человек имел вот эту внутреннюю убежденность, внутреннюю такую связь с Господом, с источником жизни и любви. И тогда он, воспитанный этой благодатью божественной, он будет действительно развиваться как личность, совершенствоваться, интеллектуально и нравственно, и так далее, и так далее. Вот. И я думаю, что церковь, она может в любом существовать. И вот как вы говорили, что возможно ли был такой вариант? Возможно. Ну вот мы же видим в Китае, да? То есть возможно. Какая-то небольшая такая реформистская, так сказать, такое течение. Был человек уникумный Дэн Сяопин, который страну действительно вытянул, лидер нации, понимаете? Вытянул ее. Сказал, неважно кошка какого цвета, либо она мышей ловила. Пускай будет коммунист, пускай это. Так же у нас мог. Мог такой вариант быть? Мог. Ну зачем все рушить? Все, надо что-то было, что хорошее надо было оставить. Что плохое надо было потихоньку его. То есть путем реформ, путем каких-то там, вот, можно совершенствоваться. Революции не приведут ни к чему хорошему. Июль 1991 года неподалеку от автостанции Юго-Востока состоялось освящение новой православной церкви. Она будет представлять уникальное архитектурное строение и обойдется в 3,5 миллиона рублей, так пишут в газетах. Уже начали поступать денежные пожертвования от организаций и частных лиц. А правда ли, что отец Севастьян предрекал строительство этого храма и даже жертвовал в те далекие годы деньги на ее строительство? Да, ну, вот, предание нашей церкви здесь, поместной в Караганде, говорит об этом, да. Что вот он говорил, что вот, когда он посещал мелькомбинат, он любил посещать мелькомбинат, потому что много там верующих ходил по квартирам, совершал там панихиды, там другие требы. Вот, и он говорил, даже, ну, вот, наши верующие женщины говорили, что он даже одной из них, он оставил какую-то там небольшую сумму, вот, сказал, что это на строящийся будущем храм. Одна тоже наша прихожанка говорила даже, что как-то отец Севастьян в таком, ну, в религиозном вдохновении таком, он даже сказал, что вот здесь вот там будет такой вот собор. Вот, ну, насколько это уже стопроцентно, ну, истинно, потому что часто бывает иногда наши такие, уж, иногда чересчур экзальтированные женщины, иногда такой благочестивой фантазии присутствует в ней. Ну, я все-таки думаю, что действительно, поскольку старец был действительно старцем прозорливым, вот, человеком такой, знаете, очень глубокой, искренней, чистой веры, вот, который принес эту веру, вот, как бы, вобрав в себя лучшие традиции оптинских старцев, вот, Козельской оптинной пустыни. Это целая плеяда таких, ну, действительно, личностей, которым обращались, знаете, ну, самый цвет нашей интеллигенции, например, преподобный Амросий Оптинский. К нему ходили и Достоевский, и Толстой, вот, и другие там писатели, и простой народ, вот, эти старцы там Лев, Макарий Оптинский. Вот, и батюшка Севастьян, вот, из этого бездонного колодца он почерпнул, и она ту любовь сюда принес. Вот он здесь сидел, и он никогда он плохого слова не сказал, ни про своих гонителей, ни про власть, никогда, понимаете. Вот его тут, когда даже община образовывалась, вот, его там, ну, даже в некоторых случаях притесняли за то, что он там, допустим, совершал отпевание там, вот, погибших шахтеров и так далее. А он приходил, и когда начинал говорить с этими властями, говорит, да я же ничего, я просто, надо же этим людям помочь. Они не могли сказать, хорошо, хорошо, отец Севастьян, вы правильно сделали. То есть, люди, когда с ним, вот, общались, они чувствовали, что этот человек непростой человек, понимаете. И даже гонители это чувствовали. Июнь 1995 года, впервые за тысячелетнюю историю православной церкви, на землю Казахстана вступила нога первосвятителя, патриарха русской православной церкви Алексия II. В аэропорту его встречали главы областных администраций, Карагандинской Петр Нефедов и Акмолинской Андрей Браун. На короткой импровизированной пресс-конференции Алексий II сказал, «Я прилетел, чтобы отслужить панихиду по всем, кто в Караганде и близне ее принял мученическую смерть». Это один из многих наших долгов, помните их? Людей разных национальностей, разных вероисповеданий, пострадавших здесь в годы репрессий. Расскажите об этом визите патриарха. За какую его часть отвечали вы и что интересного происходило в это время? Я принимал самое непосредственное участие в подготовке к встрече первосвятителя нашего. Вместе с Петром Петровичем Нефедовым и всей нашей администрацией, ну и нашими церковными священнослужителями. Мы, конечно, готовились, это, ну, само по себе, это первый за тысячелетнюю историю визит первосвятителя. Конечно, мы все вот в таком благоговейном трепете пребывали, вот, но патриарх, который как вступил на нашу землю и когда он уходил, улетал, он плакал. То есть это была встреча, ну, знаете, незабываемая. Это был понедельник, день рабочий, никого, там была вся площадь перед собором, было, ну, в общем, там множество людей было. И патриарх, который хотел сначала служить в соборе, он еще недостроенный был, но все равно он хотел служить в соборе. Когда он посмотрел, что столько народу, он сказал, нет, я в соборе служить не буду, я буду служить на паперте, чтобы народ слышал. И он ослужил панихиду. И мы вместе все пели, то есть поминали всех вот здесь на земле Казахстана, принявших мученическую кончину. И, конечно, это было незабываемо. Мы об этом постоянно говорим прихожанам, мы живем у нас в особом месте. Преподобный Севастьян говорил, что здесь у нас и Иерусалим, и Афон, и здесь и Пачаев, то есть главный момент Киево-Печерская Лавра. Почему так он говорил? Да потому что представители этих духовенств были здесь, страдали, понимаете, многие. Кто-то служил в Иерусалиме, кто-то служил там, там. И вот они здесь, многие пострадали. Некоторые безызвестные имена и так далее. И действительно их мощь, их останки, их дух, он присутствует на этой земле, понимаете, они молятся. Вот кто приезжал, они чувствуют, вот знаете, вот эту такую особенную, я не хочу это слово говорить, но наши телезрители его более лучше, как бы, понимают, такую ауру. Вот такое, оно несколько оккультное слово, да. Но, тем не менее, вот такая аура, особенно такое вот какое-то присутствие, это, оно чувствуется. Особенно людьми верующими, понимаете. Вот, и хотелось бы, чтобы действительно вот этот дух, вот это отношение, он остался здесь, чтобы не было вот этой ненависти, не было какой-то так вот, чтобы была дружба, любовь, радость. Отец Михаил, спасибо вам за то, что вы выбрали время и пришли на нашу программу. Спасибо вам, спасибо вам, дорогие братья и сестры. Храни вас всех Господь, благословение Божие, Матери Божией и молитвы преподобного пусть присутствует, пусть это благословение будет на нашей земле. Я напоминаю телезрителям, что сегодня гостем программы был благочинный Карагандинского церковного округа протеерей Михаил Патрикеев. Я прощаюсь с вами, до новых встреч в эфире. Любите свою Родину. Зажигает огни трудовой город мой, в этот час я иду и любую с тобой, город мой Караганда. Город мой Караганда О тебе я пою, город мой Караганда, ты со мною всегда.